МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Петербург-город решением. 60 тысяч новых платных парковочных мест будет организовано в центральных районах Петербурга, если из городского бюджета дополнительно выделят миллиард рублей. Власти рассматривают вариант появления в общественном транспорте пересадочного тарифа, который поможет пассажирам экономить. Кроме того, запускаются новые маршруты, которые свяжут новостройки с ближайшими инстанциями метро. Как еще можно улучшить доступность отдаленных районов Петербурга? Когда в городе появится второе транспортное кольцо, сколько новых дорог предполагается открыть? До конца года эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями. Меня зовут Лидия Вельба. Здравствуйте. И сегодня в студии с нами Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту. Здравствуйте, Кирилл Валентинович. Добрый день. Дяковский Кирилл Владимирович, генеральный директор третьего парка. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, ваши вопросы ждем в официальной группе телеканала Санкт-Петербург ВКонтакте. Все координаты на ваших экранах. Ну а начнем программу с новости. В Юнтелло в этом утром впервые вышел на маршрут автобус номер 120. Он будет доставлять жителей микрорайона до станции Беговая. Раньше до метро можно было добраться с пересадкой либо на коммерческом транспорте. Поэтому событие действительно долгожданное, особенно для тех, у кого нет машины, кто вынужден добираться до работы или учебы на перекладных. И в целом инфраструктура новостройок остается одним из ключевых вопросов, которые город решает. Наш обозреватель Александр Буренин расскажет подробнее. Юнтелло – активно развивающийся район, колорит которому придает и малоэтажная застройка, и близость аккуратной лесопарковой зоны. Но долгое время территория была отрезана не то что от центра города, а даже от ближайшей станции метро. Без пересадок не добраться. Но теперь эту проблему призван решить запущенный сегодня маршрут автобуса номер 120. До метро ходили только переполненные коммерческие маршруты, а на социальном транспорте приходилось делать пересадку. Уже находясь в салоне нового автобуса, местные жители вспоминают свои экспедиции. Мы ездили на 112-м до Ольгина, переходили дорогу и пересаживались там на 201. А сейчас мы просто приездим. Пусть даже мы будем друг за другом вот так сказать, но зато мы знаем, что автобус муниципальный есть, и нас до станции метро довезет. Проверить запуск маршрута приехал глава города. Александр Беглов вручил первым самым маленьким пассажирам транспорт игрушечный и пообщался с родителями, заверив, что новые запущенные автобусы будут максимально удобными. Берем на себя сбор оплаты за транспорт в город. А транспортные предприятия, они на сегодняшний день только оказывают услугу. Их задача, чтобы был новый чистый автобус, чтобы он ездил вовремя по маршруту. Если он не будет соответствовать этим требованиям, то большие штрафы. Открытие маршрута совпало с началом учебного года. Школы в районе есть, но на различные кружки и секции детей точно нужно возить за пределы района. Теперь также без пересадок. Школа у нас здесь, слава богу, открылась, но они ездят в ДК. У нас есть в Ольгина ДК. Но самое главное, мы теперь не оторваны от центра города, потому что беговая станция метро соединяет нас с центром. Но доехать с маленькими детьми на коляске, с велосипедами, с беговелами просто невозможно. Просто мы дома сидели. Или как-то по очереди. Очень было тяжело. А сейчас для нас это решение. Многодетная семья, мы прям очень благодарны. 120-й маршрут будет обслуживать семь низкопольных автобусов. Время движения с 5.30 до закрытия метро. Что подойдет людям с любым графиком. Как работает, так и досуга. Александр Буренин, Евгений Чернов, Оксана Бушмелева, Телеканал, Санкт-Петербург. Кирилл Валентинович, а насколько остро стоит вопрос транспортной доступности новостроек вот таких районов, например, как Юнталово? И как это все будет решаться? Да, Лидия, у нас большое количество новостроек, которые, к сожалению, на сегодня плохо обеспечены транспортной доступностью. Связано это с поздним введением транспортных объектов, которые должны строиться параллельно с вводом новых жилищных комплексов. При отсутствии нормальной дорожной инфраструктуры мы не можем организовать там регулярное пассажирское сообщение с социальным транспортом. И для многих новых районов эта проблема стоит особо остро. Впереди у нас решение проблем по Шушарам, и там есть несколько вариантов решения этих проблем. И по ряду других районов, в первую очередь районов массовой застройки, где жилье уже вводится, люди заселяются, а пока объекты и социальной инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры запаздывают. Поэтому эта задача, и вот пример сегодняшнего решения проблемы, она стоит особо на контроле губернатора, и он оказывает всяческое содействие и все возможное свое влияние для того, чтобы эту проблему решить в максимально короткий срок. Ну, то есть, по идее, скоро можно будет говорить о том, что транспортная инфраструктура догонит вот этот темп строящегося жилья, и, по крайней мере, пойдет параллельно. На сегодня такая задача стоит, и уже ряд решений, и ряд проектов уже запущены. Кирилл Владимирович, вот Третий парк выиграл аукцион от организатора перевозок, часть аукциона. Что это значит для города, и, опять же, для тех же новостроек? Ну, для города, прежде всего, это означает большие затраты, это правда, потому что город объявил аукционы на право заключения контрактов Брута. Это означает, что перевозчик отвечает только за безопасность пассажиров и за все те условия, которые жестко прописаны в контракте. Они касаются исключительной безопасности, своевременности в выполнении транспортной работы и ее объема. А город берет на себя ответственность заплатить за километр транспортной работы соответствующие деньги, это называется начальная максимальная цена контракта. И в нее, ну, согласно законодательству, в частности, приказа Минтранса, закладывается вся расходная часть, которая требуется для того, чтобы мы надлежащим образом обслуживали пассажиров. И, естественно, город в этом случае выбирает и класс подвижного состава, и его количество, рассчитывает интервалы, и мы отвечаем только за своевременность и правильность выполнения тех условий, которые нам потом в контракте предоставлены. С точки зрения пассажира, безусловно, это лучший сервис, лучший комфорт, гораздо более высокий уровень безопасности. Вы как раз видели сейчас на экране новые автобусы. Это базовая модель среднего класса подвижного состава, которую скоро на улицах города все увидят, и она в перспективе заменит как раз те пазы «Газели» и «Векторы» «Некст», которые мы сейчас видим. То есть тот класс, который все привыкли называть маршрутками, он исчезнет и в течение года прекратит свое существование. То есть вот сами маршрутки, можно говорить уже о сроках в течение года, да, они исчезнут с улиц города? Да, постепенно. А вот есть районы, ну, по крайней мере, нам поступали такие вопросы от зрителей, где, в принципе, до метро можно только на маршрутках доехать. Вот там как этот вопрос будет решаться тогда? Ну, таким же образом только не будет маршруток, а будет регулярная перевозка вот таким транспортом, который вы видели, более комфортабельный, экологически чистый, с кондиционерами, с максимальным количеством и опциями по системам оплаты. И они будут ходить не в интервал, а согласно расписанию, которое можно будет посмотреть и в электронном виде, и на аншлагах. А, ну, получается, это очень удобно. Ну, то есть уже можно будет четко планировать свое время, да, за которое ты можешь добраться до работы, до учебы. Ну, отклонение по контракту от времени прибытия на остановочный пункт не более двух минут. Поэтому человек рассчитывать может абсолютно спокойно, свое время в пути, понимая, сколько автобус едет до ближайшей станции метро. Ну, соответственно, выйти к остановке тоже, да? И выйти к остановке для того, чтобы не ждать, если вдруг в Санкт-Петербурге не всегда хорошие погодные условия, и, соответственно, если дождь, если там ветер, если снег, человек не стоит полчаса, не ждет, там, приедет маршрутка, не приедет. А он знает, что к этому времени должен прибыть автобус. И если он не прибудет, то перевозчик, который работает на этом маршруте, получит большой штраф. Ну, это, на самом деле, очень серьезные изменения, о которых мало кто знает, и они очень значимы для города. То есть получается, что, в принципе, тогда сама организация движения, она будет намного удобнее для всех. Абсолютно. А вот за три года планируется обновить подвижной состав наземного транспорта. Это действительно так? А что предполагается сделать? Эта задача включает в себя несколько блоков. Первый – это, конечно, то, о чем сказал Кирилл Владимирович. Это тот коммерческий транспорт, который сегодня на улицах города, ну, кто как называет, кто-то там даже джихад-мобилями. Но весь этот транспорт будет заменен на новый, в обязательном порядке низкопольный, в обязательном порядке оборудованный всеми возможными системами и способами оплаты, информационными табло, в том числе даже в требованиях к подвижному составу прописано наличие зарядок USB в автобусах. Весь этот транспорт, как я сказал, доступен для маломобильных граждан в обязательном порядке и двигается только по расписанию. Это вот первая часть таких глобальных изменений. Вторая часть глобальных изменений – это замена городского электрического транспорта. У нас сегодня утверждена программа развития городского электрического транспорта до 30-го года, и у нас появится более 500 новых трамваев, более 500 новых троллейбусов, которые позволят, в принципе, поменять облик общественного транспорта в Петербурге. Помимо этого, в рамках Горэлектротранс развивается и реконструируется трамвайные пути, что позволит увеличить скорость движения трамваев, те самые разбитые трамвайные пути, на которые жалуются, потому что шум, потому что трамвай, естественно, когда рельсы разбиты, он… Создает больше шума. Потому что все-таки это железяка, поэтому это тоже принципиально новый облик городского электрического транспорта. Ну и также у нас еще один есть государственное монетарное предприятие «Пассажир Автотранс», которое также проводит обновление подвижного состава. Мы в ближайшее время открываем новый автобусный парк впервые с 88-го года в Санкт-Петербурге. Полностью обновленный автобусный парк для газомоторной техники, потому что задача, которую ставил губернатор, это переход 100% на экологические виды топлива. Также сегодня уже проектируется парк в Красногвардейском районе на 420 электробусов. Это позволит полностью заменить весь подвижной состав на экологически чистый в Красногвардейском районе. И если у нас получится выполнить те графики, которые мы перед собой ставим, первый этап 50% — это 200 автобусов, мы запускаем до 2024 года. Вот основные такие вехи, этапы обновления подвижного состава. Также не могу не обратить внимания на программу модернизации метрополитена и замены подвижного состава. У нас сегодня не секрет, что достаточно большое количество поездов ходят уже с предельным сроком эксплуатации. Да, есть поезда «Мои ровесники», которые в ближайшее время выйдут из эксплуатации. Соответственно, также и программа замены порядка тысячи новых вагонов метро. Это тоже увидят граждане. Это 2,5 миллиона практически пассажиров ежедневно. Это уже современные такие вагоны. Это уже будут современные смарт-вагоны, также оборудованные всеми необходимыми системами. И это позволит также улучшить качество обслуживания пассажиров общественным транспортом, на который мы призываем пересаживаться горожан. Вот чтобы этот призыв был услышан, мы понимаем, что помимо наличия транспорта на улицах города, он должен быть комфортным, безопасным, удобным и прогнозируемым. В Петербурге обсуждают необходимости строительства второй кольцевой автодороги более удаленно от города. Идею поддержал президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области. И речь идет не просто у КАД-2, а о глобальном проекте с многомиллиардными инвестициями в транспортном коридоре от Балтики до Урала. И, как отметил глава государства, сейчас привлекаются средства Фонда национального благосостояния для продления дороги от Петербурга до Москвы от столицы до Екатеринбурга через Казань. И подключенная к федеральным трассам КАД-2 свяжет с северо-запад с азиатской частью России. Очевидно, что для таких планов существующей кольцевой недостаточно. Она и так не справляется с нагрузкой. Заторы на кольцевой бывают часто. Увеличился поток транспорта и отдельные участки требуют ремонта. Ситуацию накануне оценил мой коллега Леонид Филиппов. Если сравнить Петербург с большим и сложным организмом, то КАД в этом организме является одной из главных артерий. Ежедневно я и сотни тысяч таких же автомобилистов выбирают КАД как инструмент, чтобы быстро и без пробок добраться из точки А к точку Б. Простой пример. Дорога от поселка Шушары до Девятки на по кольцевой займет 37 минут. А тот же путь через город будет как минимум в два раза дольше. Помимо времени автомобилисты экономят и деньги. Хоть километраж на КАДе больше, зато скорость постоянная, нет ускорений и остановок на светофорах, а значит тратится меньше бензина. Также кольцевая разгружает дороги города. Речь идет как о легковых, так и об огромном количестве грузовых автомобилей. Если весь транспорт с КАДа перенести в город, то он попросту задохнется в пробках. Как итог, представить современный Петербург без такой дороги невозможно. Однако с каждым годом ситуация становится хуже. Число автомобилей растет и даже банальная поломка машины на кольцевой приводит к пробкам на несколько километров. От этого же страдают и ближайшие городские дороги, по которым водители стараются объезжать пробки. Как бы странно это ни звучало, одной из главных проблем для автомобилистов является ремонт КАДа. Прямо сейчас мы находимся на участке возле проспекта Косыгина и работы идут отсюда до Мурманского шоссе. Тем, кто едет этой дорогой, маршрут увеличится на полчаса. И подрядчик вынужден работать и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее освободить этот участок. Но как только ремонт закончится здесь, он начнется на другом участке, потому что КАД на пределе своей нагрузки. И здесь необходимо постоянно поддерживать хорошее состояние дорожного покрытия. 7 часов вечера, и я уже полчаса толкаюсь в пробки домой. Мы не можем проехать полчаса, буквально 7 километров. Две левых полосы закрыты, и ничего с этим не поделать, никак не объехать в город. Семибальные пробки, на КАДе тоже пробка. Это еще не сентябрь. А вот с самого начала учебного года юго-восточную часть кольцевой будут поэтапно перекрывать для замены деформационных швов и устранения колеи. Количество машин, которые проезжают по КАДу в неделю, давно перешло за несколько миллионов. И такая загруженность близка к пределу. На участках, где месяц назад уложили новый асфальт, уже появляется колея, с которой снова необходимо бороться. Вот и получается, что КАД, созданный для развития транспортной инфраструктуры Петербурга, в скором времени перестанет справляться со своей задачей. И к этому времени необходимо найти решение, чтобы город продолжил функционировать как сложный и здоровый организм. Леонид Филиппов, Петербург, город решений. Кирилл Валентинович, вот именно в контексте общественного транспорта, насколько нужна городу вторая кольцевая автодорога? Ну, не секрет, что первая кольцевая уже давно перестала выполнять свою изначальную функцию. Это отведение от центра города транзита. Это уже, в принципе, стало внутригородской магистралью, с учетом того, что вокруг кольцевой появились новые жилые массивы, в том числе и в границах Ленинградской области. И кольцевая, по сути, уже стала обыкновенной городской дорогой, которая также загружена, как другие городские магистрали. Поэтому вопрос строительства второй кольцевой давно стоит и достаточно острый. И это очень здорово, что президент поддержал предложение губернатора нашего города о строительстве второй кольцевой. Она полностью проходит в границах Ленинградской области, связывает крупные агломерации на территории Ленинградской области, но позволяет выполнить как раз задачу, под которую закладывалась кольцевая автомобильная дорога один. Это вывод транзита из города. Поэтому человек, когда выбирает маршрут движения и видит перегрузку, соответственно, на КАД, а сегодня загрузка кольцевой автомобильной дороги существенно выше нормативной, поэтому и межремонтные сроки сокращаются, и заторы, о которых рассказывал ваш корреспондент, они естественным образом появляются, так как загрузка на некоторых участках уже выше единицы. То есть это выше норматива пропускной способности этой магистрали. Также мы учитываем положительный опыт центральной кольцевой автомобильной дороги, которая недавно была открыта в московском регионе, в такой же московской агломерации, с теми же проблемами, которые есть и у нас. И тот объем транспортных задач, который на себя отвлекла в первую очередь в части грузового транспорта, транспорта транзитного, а не секрет, что санкт-петербургская агломерация, это во многом, как и была задумана Петровым ворота в Европу, 30% всех экспортных грузов проходят через территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Российской Федерации. Поэтому, естественно, загрузка транзитных магистралей в первую очередь рассматривается с точки зрения транспорта, который не едет в Санкт-Петербург, а едет, соответственно, в сторону границы или на какие-то территории портов для, соответственно, доставки товаров и грузов. Также и западный скоростной диаметр сегодня работает в режиме перегрузки. Мы уже в расчетах понимаем, что широтная магистраль, которая будет построена, первый этап ее будет построен в ближайшее время, также будет работать сразу же в режиме перегрузки, потому что востребованность этой дороги сегодня очевидна и также была по предложению Александра Митчева поддержана президентом и выделены были федеральные средства на софинансирование этой дороги. Поэтому появление любой инфраструктуры в Санкт-Петербурге положительно скажется и на климате города, и на экологии города, и на скорости транспортных потоков города, в том числе и на скорости и комфорте общественного транспорта. А вот в случае строительства второй кольцевой автодороги, первая, она может использоваться тогда общественным транспортом? Я вас удивлю. Первая уже используется, и мы уже даже иногда испытываем сложности при ее использовании из-за скопления машин и пробок. Поэтому это уже данность. Вопрос, наверное, уже сам по себе не актуален. Ну вот как раз третий парк обслуживает маршруты в Кронштадт, которые проходят по дамбе. Дамба – это элемент кольцевой автомобильной дороги. И тот же 112-й, который идет у нас в Юнтулово, и еще часть коммерческого транспорта используют кольцевую. Так что это уже данность. Но будут запускаться новые маршруты внутри города, правильно? Ну, конечно, Кирилл Валентинович правильно сказал, у нас же районы разрастаются, и поэтому кольцевая уже потеряла то значение, когда она опоясывала город кольцом. Она уже находится внутри и является частью маршрутной сети, по сути. Так что... А какой вот сейчас вообще пассажиропоток? Насколько он увеличивается из года в год? Или пандемия, она как-то повлияла? В целом пандемия повлияла. Я думаю, Кирилл Валентинович об этом знает, поскольку данные, я так понимаю, примерно одинаковые, что по городскому транспорту ГУПА, что и по нашим. Это 15-20% падения за счет пандемии. Ну и сезонное падение, оно всегда есть. Это нормальное колебание. Лето-зима для Санкт-Петербурга характерно падение пассажиропотока летом. И возрастание его с начала 1 сентября. Так и происходит. А в целом поток на 15-20% в связи с эпидемией ковида упал. Ну то есть, значит, в дальнейшем будет все-таки прогнозироваться рост опять на те же... А рост все равно будет, и рост объективно происходит даже не за счет того, что мы восстановимся после ковида, а за счет роста и строительства, рост населения в целом. До конца года в городе откроют несколько крупных дорожных объектов, что также не может не повлиять на ситуацию в Петербурге. О каких развязках и магистралях идет речь, напомнил губернатор Александр Беглов. В своем радиообращении давайте послушаем. До конца года в Петербурге будет открыто рабочее движение на шести крупных объектах, профинансированных из городского и федеральных бюджетов. В первой декаде сентября планируем завершить реконструкцию Лиговского путепровода и сдать участок автодороги М11 Нарва от железнодорожной станции Лигова до Красного села. Также в сентябре откроем продолжение Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. Планируем пустить автомобили по продолжению Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Маломитрофаневской. На юго-западе продолжаем строить транспортный обход Красного села. Откроем рабочее движение по путепроводу на пересечении с улицей Свободы. Полностью работы по путепроводу будут завершены до конца этого года. На юге Петербурга планируем сдать участок дороги, который свяжет улицу Сарицкую и Петербургское шоссе. Это существенно улучшит транспортную доступность нового жилого района рядом с экспоформу. Напомню также, что в высокой степени готовности находится важный объект на севере Петербурга. Развязка ЗСД Шуваловским проспектом. Насколько новые дороги улучшат ситуацию в Петербурге? Ну, как я уже сказал, любая транспортная инфраструктура увеличивает, улучшает ситуацию в городе. Как, например, тот же самый Лиговский путепровод, про который сказал губернатор, он существенно улучшит транспортную доступность Красного села, которая сегодня в не самой простой ситуации. Мы об этом прекрасно знаем. И поэтому было принято это решение. Опережающим темпом выделено финансирование на реконструкцию Таллинского шоссе. И проект продолжается до кольцевой автодороги. Она вся должна стать четырехполосной. Кирилл Владимирович, вы говорили, вот здесь речь шла, как раз до конца года открываются новые объекты. А вы говорили о том, что до конца года на севере города появится много новых именно машин. Ну да, наше предприятие традиционно обслуживает северные районы города. И поскольку закупка техники предстояла в большом объеме, мы ее начали значительно раньше. И к концу этого года весь подвижной состав большого класса, который эксплуатируется в Аудрити Парк, это примерно 250 машин большого класса. Те самые желтые машины 12,5 метров, которые наши жители привыкли уже видеть на севере, они все исчезнут и появятся того самого голубого цвета, принятого комитетом, со всеми теми же удобствами, о которых мы уже говорили. Это и кондиционер, и все виды системы электронной оплаты, и еще и экологический класс. Также машины все эти будут работать на жиженом природном газе. Так что практически до конца года вся техника большого класса, которую эксплуатируем мы, будет новой, и жители уже будут ездить на ней, испытывая, я так думаю, комфорт. Больше еще, нежели раньше. Также еще дополнительно придет, я так примерно думаю, если никто у нас не подведет, еще более 150 машин среднего класса, таких, какие мы сегодня видели как раз на экране. И эти машины начнут ездить по городу пока что в режиме коммерческого транспорта, но с начала 1 апреля первый этап начала транспортной работы по контракту наступит, и как раз эти машины уже будут ездить в режиме социального транспорта и полностью себя оправдывать. С точки зрения, опять же, комфорта пассажиров. Еще один вопрос, который волнует горожан, это транспортная доступность Пулкова. На Петербургском международном экономическом форуме Александр Беглов и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта, включая второй терминал. Речь шла об инвестициях в 40 миллиардов рублей. В ходе недавнего визита губернатора в Москву 17 августа обсуждался уже конкретный проект о запуске скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта. Пока же не так много вариантов добраться до Пулкова, моя коллега Катерина Семина оценила все возможные. Как быстрее и дешевле добраться до аэропорта. Я провела небольшой анализ и сравнила маршруты. Начальная точка – Дворцовая площадь. Наш герой – это турист, который отправляется в аэропорт из самого центра города. И вот что получилось. Можно поехать на автобусе. Сначала немного пешком до автобусной остановки. Дальше на маршрутке – это 45 минут. Еще одна пересадка, автобус, 8 остановок и мы приехали. Всего маршрут займет 1 час 20 минут, а стоимость – 100 рублей. Второй вариант наиболее распространенный – это метро и автобус. Нужно сначала от площади дойти до станции метро Невский проспект. Под землей проехать 6 станций – это примерно 25 минут. И снова пересадка на Московской. Там мы приезжаем уже до аэропорта. Всего маршрут занимает 1 час 5 минут и стоимость – 105 рублей. Третий вариант. Самый комфортный – это такси. От площади до Пулкового можно добраться по городу. Это займет примерно час времени и стоимость – 700 или 1000 рублей. Можно проехать по ЗСД. На 200 рублей дороже, но значительно быстрее. Правда, этот маршрут не очень стабильный, потому что время в пути и стоимость могут меняться. Есть дорога и для любителей пеших прогулок. До Пулково можно добраться самостоятельно. 21 километр – более 4 часов в пути, но совершенно бесплатно. Для более полного обзора я поменяла героя с туриста на петербуржца. С пропиской, например, Сосновый бор, улица Петра Великого. Сначала пешком до электрички. Дальше – 80 километров до Балтийского вокзала. Оттуда есть ветка до Пулково. Проезжаем по ней 18 минут до станции аэропорт и еще одна пересадка на автобус. Две остановки и мы у зоны вылета. Всего маршрут занимает почти 2 часа и стоимость – 300 рублей. Сейчас не всем петербуржцам удобно добираться до Пулково. Иногда можно сменить сразу три вида общественного транспорта. Или воспользоваться одним, но дорогим. Вот этот проект электрички, на кого он рассчитан удобнее? Или будет пассажирам добираться на электричке, нежели на метро, а потом на автобусах, например? Лидия, сначала с планами по развитию аэропорта Пулково. То, о чем рассказывали ваши корреспонденты. Действительно, в 2019 году мы поняли, что аэропорт подошел к пиковым возможностям пропускной способности. И уже, если бы в 2020 году не было пандемии, то мы понимали, что комфорт пассажиров уже было бы не так просто обеспечить в аэропорту Пулково с точки зрения его пропускной способности. Поэтому стала задача у строительства второго терминала, который позволил бы разгрузить, соответственно, первый и улучшить пропускную способность аэропорта, увеличить ее до 35 миллионов пассажиров в год. Но 35 миллионов – это уже пассажиропоток, который традиционными видами наземного транспорта отвезти невозможно. Максимально пропускной и провозной способностью обладает железная дорога. Тогда и было принято решение о создании аэроэкспресса между аэропортом Пулково и Балтийским вокзалом. Необходимо для этого проекта строительство небольшого отрезка нового железнодорожного пути, который позволит связать это с Балтийским вокзалом. В перспективе, с учетом планов РЖД, которые сегодня заложены в нашу совместную стратегию строительства туннеля под аэропортом Пулково и запуска диаметра Рененбаума аэропорт Пулково-Белоостров, который в том числе и обогнет весь город, комфорт, конечно, поездки для пассажиров будет существенно лучше. Но и сегодня мы уже стараемся улучшить положение пассажиров и совместно с РЖД сейчас идет реконструкция железнодорожного путепровода через Пулковское шоссе, который сужал Пулковское шоссе. В этом месте обычно скапливалась пробка и, соответственно, автобус в этом месте не мог двигаться по выделенной полосе и вынужден был ехать со всеми в пробке. Мы постараемся обеспечить время в пути 21 минута от станции метро Московская и это на данном этапе также улучшит... То есть, можно будет спланировать тоже четко... Да, можно будет спланировать свое время в пути, но вот у нас недавно в аэропорту ночью случилась кризисная ситуация, случилось там большое ДТП в связи с тем, что человеку стало плохо со здоровьем пока по предварительным данным, что, конечно, усложнило выезд с аэропорта. Но такие чрезвычайные ситуации, на них как раз и призвано это запуск электрички, которая идет по выделенному пути и не зависит от ситуации на дорогах. Но о тех мероприятиях, которые мы планируем сейчас, я уже рассказал. Также есть предварительные проработки по развитию проекта трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка до аэропорта Пулково, что также позволит создать еще одну альтернативную железнодорожную связь. Это уже более долгосрочная перспектива. Это долгосрочная перспектива. Что мы успеем сделать раньше, то, соответственно, раньше и появится. Но путепровод, который будет через Пулковское шоссе, он будет запущен в следующем году, к дню города, и это уже улучшит транспортную ситуацию. Раз уж мы заговорили о транспортной доступности Пулково, надо вспомнить о том, каким должен стать второй терминал и в какие сроки его планируют построить. Еще раз напомню, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение об инвестициях в размере 40 миллиардов рублей в развитие воздушной гавани. Насколько это нужно и какой сейчас там пассажиропоток, расскажет моя коллега Елена Аспаева. Самые важные критерии в оценке мощности аэропортов – это возможности взлетно-посадочных полос и пропускная способность багажной системы. Уже сейчас, согласно первому критерию, через Пулково могут летать около 40 миллионов пассажиров в год. Тенденции по провозу багажа говорят, что увеличить пассажиропоток в новом терминале тоже несложная задача. Если раньше на одного пассажира приходилось 1,7 единиц багажа, то сейчас этот показатель примерно 0,8. Как говорит генеральный директор воздушных ворот Северной столицы, по-хорошему развитие аэропорта планируется на 40 лет вперед. Все, что внутри по обмену информацией, по созданию схем, как размещаются самолеты, управление самого терминального комплекса, перронами и всех людей внутри, вот это все будет очень сильно автоматизировано. И плюс мы ожидаем, что будет очень большой тренд на биометрию. Все, что внутри, вообще будет замыкаться на само. То есть саморегистрация, сам сдал багаж. В Пулково собрали в единый обучающий курс опыт по авиационной коммерции. Этому не учат ни в одном университете мира. Они разрабатывают программы регионального субсидирования и международные разлеты, говоря на языке авиации. В принципе, они с очень большими массивами данных работали и выясняли, для каких авиакомпаний наш аэропорт является наиболее предпочтительным, чтобы сюда летать и выстраивать наиболее экономически выгодные маршруты. Аэропорт большой, да, и очень долго работали в парадигме, что здесь нужно иметь персонал, который работает долго и почти весь персонал был постоянный. Лучше было бы иметь пропорцию правильную и передовую. Это типа 60 на 40 или 50 на 50. И когда вы смотрите на график пассажиропотока, у нас же он постоянно прыгает, да, летом больше, зимой меньше. В течение недели он прыгает, он в течение дня прыгает. То есть у нас очень много пиковых работы. Вам персонал на постоянную работу нужен тот, который как бы всегда этот трафик есть. Идет работа и по неавиационной коммерции. Это все, что не касается обеспечения полетов. Магазины, точки общепита, различные услуги, то есть все, что видит и чем пользуется пассажир в порту. Одна из целей директората Пулкова – сделать его понятным для пользователей и снизить уровень стресса, который испытывают пассажиры, находясь в аэропорту. Когда человек едет в аэропорт, он никогда не понимает, что такое аэропорт. Аэропорт – это сочетание технологий, это за сколько ты проходишь до гейта и попадешь в самолет. И есть коммерция, что ты можешь там купить в то время, которое у тебя есть. Если бы объяснить человеку, что все внутри очень логично, очень структурировано, очень понятно, этот человек начнет более спокойно планировать. Напомним, в этом году через воздушные ворота Северной столицы пролетело 11,5 миллионов человек. В 2019-м Пулкова принял и отправил рекордные 19,5 миллионов пассажиров. Планируется, что новый терминал сможет обслуживать 30-35 миллионов пассажиров в год. Елена Аспаева, Тимур Ненусов, Александр Лоскутов. Петербург. Город решений. Ну вот совершенно очевидно, что необходимо запускать электричку. Она будет запущена с Балтийского вокзала. А насколько это повлияет на количество маршрутов именно автобусных? От той же станции метро Московская, например. Не сократит ли? Вполне возможно. Для того, чтобы понять вообще, как это работает, нужно чуть-чуть отбежать сначала в прошлое, а потом, наоборот, в будущее. Потому что меняется подход к работе транспорта. И если мы говорим о том времени, которое у нас было в прошлом и вот чуть-чуть еще в настоящем, это вот те самые маршрутки, то здесь все больше зависело от перевозчика частного, который эксплуатировал эти машины. Он мог увидеть, что пассажиропоток падает, соответственно, обратиться к комитету по транспорту, изменить условия. Там, например, увеличить интервалы движения, может быть, сменить типы движного состава. Но инициатива всегда исходила от нас. Вот в ближайшем будущем будет уже совершенно по-другому. Мы работаем на контрактной основе. По идее, мы не должны заботиться о том, какой пассажиропоток мы везем. Наша задача вовремя приехать, открыть двери, загрузить пассажиров в комфортный автобус с правильной температурой, довести до места назначения, положенное по расписанию время. Надо просто отметить, что техника идет вперед, все машины оснащены и датчиками подсчета пассажиропотока, которые позволяют комитету по транспорту оперативно реагировать на ситуацию, корректировать режим движения транспорта. Ну, соответственно, можно менять и условия в будущем. В том числе и рассчитывать. Естественно, это плановая история. Все прекрасно понимают транспортники, как это считается. Ну, не просто так рассчитываются математические модели. Даже любая станция метро, которая открывается, она ведет к переспределению пассажиропотока. Все это прекрасно знают. Специалисты, которые работают в подвесных учреждениях комитета по транспорту, тоже прекрасно об этом знают. И мы с ними прекрасно взаимодействовали всегда. Вопросы от зрителей ждем в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте». Во второй части выпуска узнаем, что дадут городу новые платные парковки, почему стали чаще эвакуировать автомобили на штрафстоянке, когда Петербург перейдет на экологически чистый общественный транспорт. А прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. В прямом эфире программа «Петербург и город решений» продолжаем разговор о транспортной доступности Петербурга. Кирилл Валентинович, вот зачем Петербургу платные парковки? Речь шла о 60 тысячах, если я не ошибаюсь, новых парковочных мест. Что они дадут городу? Да, но этот план к 2023 году. Мы сегодня видим эффективность работы зоны платной парковки. И на самом деле отзывы жителей, которые сегодня проживают в зоне платной парковки, а это 2900 мест сегодня всего, в этом году работает. В конце года мы еще 71 улицу открываем. Больше отзывов положительных, потому что жителям проще парковаться около своих домов, с учетом того, что житель имеет возможность оформить парковочное разрешение, стало значительно проще для инвалидов. И контроль зоны платной парковки позволил улучшить, в том числе и скорость движения общественного транспорта. Вот удивительно, но факт. Потому что, когда зона платной парковки, наши водители понимают, что эта зона находится в режиме контроля стационарных камер, мобильных камер видеонаблюдения, и стараются вторым рядом не парковаться. Ну, то есть все стало более организованно, соответственно, и, естественно, это привело и к улучшению комфорта, в том числе и автолюбителей, которые проживают в зоне платной парковки, и к улучшению транспортной ситуации в целом в районе. Поэтому это дает большое количество плюсов. Ну, скептики тоже есть, но нету такого проекта, у которого не было бы противников. Значит, это не нужный никому проект. Прямо сейчас к участию в эфире присоединяется наш интернет-обозреватель Александр Стасюк. Она собрала несколько вопросов, связанных со штрафами за неправильную парковку в городе. Саша, тебе слово. Да, Лида, вопросов относительно новой функции комитета по транспорту, а именно по поводу начисления штрафов за неправильную парковку, на самом-то деле предостаточно. Все потому, что для Петербурга это новая система, к которой еще не все успели привыкнуть и до конца понять, как же она все-таки работает. Но прежде чем я озвучу несколько комментариев по этой теме и социальных сетей, я бы хотела отдельно остановиться на том, что сообщить о нарушениях может абсолютно любой неравнодушный горожанин. Для этого достаточно перейти на сайт comtrans.spb.ru и заполнить предлагаемую здесь анкету. Информация подается анонимно. Главное, приложить фото или видео подтверждение того нарушения, о котором сообщается. Ну а теперь перейду непосредственно к вопросам от петербуржцев. И первый из них звучит следующим образом. Написал Михаил. Грузовики за стоянку под знаками остановка и стоянка грузовиков запрещена и работает эвакуатор. Штрафует комитет по транспорту или это функция ГИБДД? Следующий вопрос от Василия, но уже про платную парковку. Непонятно, за что штраф при разрыве парковочной сессии. Я не имею права отъехать на 5 минут и после занять то же самое место. Получается, с точки зрения системы я разорвал сессию. И еще один вопрос от Олега. Пришел штраф на госуслуги, есть сумма, есть уникальный идентификатор начисления, где узнать дату, адрес и ознакомиться с фотофиксацией нарушения. Вот такие вопросы. Всех их я передаю нашим экспертам и слово студии. Спасибо. Ну вот, Кирилл Валентинович, я вам переадресую тогда вопросы, если можно на них ответить. Да, ну я коротко постараюсь с учетом у нас ограниченного времени в эфире по штрафам для грузовиков. В зоне ограничения, естественно, также выписываются штрафы для грузовиков. И у нас есть эвакуаторы, которые могут эвакуировать грузовые автомобили. Эта работа идет. Поэтому в этой части, если вы видите систематически нарушающие правила дорожного движения грузовики, можно написать на сайт, как выше было сказано. И эта зона будет в нашем повышенном внимании. То, что касается разорванной сессии. По разорванным сессиям у нас есть несколько предположений пользователей зоны платной парковки о том, что, соответственно, они на автомобиле отъезжали, потом возвращались и так далее. Но когда мы имеем доступ к системе «Безопасный город», и мы смотрим по камере, автомобиль миллиметр в миллиметр, и даже спицы на дисках точно так же расположены, ну, сложно согласиться с тем, что этот автомобиль отъезжал и туда же вернулся. Поэтому, если камера зафиксировала наличие, соответственно, этого автомобиля, или есть подтверждение, которое мы запрашиваем при поступлении подобных жалоб от системы «Безопасный город», которыми у нас сегодня оснащен весь город, что действительно этот автомобиль в это время отъезжал, а архив записи камер внешнего видеонаблюдения есть, тогда мы, естественно, отменяем этот штраф. Если этого подтверждения из системы «Безопасный город» нет, то, к сожалению, мы не можем подтвердить утверждение о том, что автомобиль уезжал с места парковки, и таким образом парковочная сессия была прервана. Спасибо, что ответили на вопросы. Петербург переходит на экологически чистые виды транспорта, мы уже об этом говорили, электробусы и автобусы на газомоторном топливе. Меньше чем через три года переведут на газ и коммунальную технику, обновится трамвайно-троллейбусный парк. Новый экологичный транспорт позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу и уровень шума. И многие эксперты утверждают, за этим будущее Петербургу вполне под силу стать столицей экологичного транспорта. Конечно, увеличится число газозаправочных станций. К 2024 году их станет 25, и этого должно хватить, чтобы обеспечить газовым топливом все виды транспорта. Кроме того, в городе эксплуатируется 10 электробусов, заряд батарей происходит по ночам на территории автопарка. Что касается троллейбусов, то их выпускают с увеличенным автономным ходом. Такие уже курсируют на десятки маршрутов и подзаряжаются по ходу движения, там, где есть контактная сеть. И вот у меня, Кирилл Владимирович, к вам сразу вопрос. Насколько проще обслуживать экологически чистые виды транспорта? Вот такие электробусы, например, да, как они обслуживаются, сложнее ли их обслуживать? Нужна ли какая-то дополнительная квалификация водителям? Ну, электробусы в данный момент времени Аутрити Парк не обслуживает. Мы готовимся обслуживать машины на жиженом природном газе. Это тоже достаточно непростая, сложная технология. И в целом, чем более машина высокого экологического класса, чем больше и тем больше к ней требований предъявляет город с точки зрения безопасности и комфорта пассажиров, тем она сложнее в эксплуатации и ремонте. Именно за это сейчас... И дороже, наверное, опять же. Безусловно. Но я уже говорил про то, что это заложено в начальную максимальную цену контракта, и город тратит средства, понимая на что и для чего. Безопасность пассажиров и их комфорт. Ну и, естественно, регулирование транспортной ситуации в целом. А вот что касается водителей, вот да, я спросила, нужна ли какая-то специальная квалификация, повышение? Ну да, безусловно, все водители, если говорить о природном газе, то все водители должны проходить обучение, что они и делают. И у нас в целом дефицит водителей до сих пор наблюдается. А есть? Вот я как раз прям предусмотрел. Да, я понимаю, какой вопрос может в этом плане возникнуть. Да, есть дефицит водителей. Мы надеемся, что мы эту ситуацию поборем. Ну, в частности, по третьему парку могу сказать, что у нас есть постоянно действующий проект переобучения. С любой категории на категорию Д. И проект постоянно работает. И мы готовы принимать людей. Готовимся как раз к запуску проекта, связанного с машинами на жирно-природном газе. Все машины новые, довольно интересные, требующие, естественно, и квалификации другой. Но мы готовы людей учить и принимать на работу. Ну, то есть, получается, что в Петербургу вполне под силу стать столицей экологически чистого транспорта. Ну, по проценту использования экологически чистых автобусов мы в следующем году, думаю, что выруемся, ну, по меньшей мере, на второе место за Москвой. Она несколько лет, несколько раньше, чем мы, начала активный переход на электробусы. У нас в следующем году будет существенный рывок с точки зрения использования автобусов на газовом топливе. Также, как я уже говорил, мы сегодня ведем проектирование парка электробусов на 420 машин и мест в Красногвардейском районе. 3-го числа, еще раз анонсирую, у нас завтра большой праздник, у нас завтра 95 лет первому рейсовому автобусу в Петербурге. И вот 3-го сентября мы будем, отметим этот праздник открытием нового парка автобусов газомоторных в Санкт-Петербурге на Крустальной улице. Там будут только газомоторные автобусы и все новые автобусы, которые мы сейчас приобретаем для ГУПа, это автобусы только или газомоторные, или электрические. А когда, напомните, исчезнут тогда, получается, вот дизельные из города вообще планируются, по крайней мере, заменить? Ну, я думаю, что с учетом тех покупок, которые мы делали 2-3 года назад и времени эксплуатации, к 30-му году последний дизельный автобус мы выведем из эксплуатации. Также мы активно развиваем проект троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это в том числе и та техника, которая позволяет зайти в глубь новостроек, когда появляются новые кварталы, как, например, недавно на ветеранов, соответственно, троллейбусных проводов там нет. Чтобы не строить эти провода, мы ставим троллейбус с увеличенным автономным ходом, который спокойно до 15 километров, а сейчас современные, новые, уже до 25 километров, могут проехать внутри кварталов, обеспечить транспортное обслуживание пассажиров, которые проживают в этих новых районах, вернуться на свою традиционную магистраль, подключиться к контактной сети, на остановке пассажиры этого даже не заметят. И в Приморском районе многие наблюдают уже, как работает троллейбус с увеличенным автономным ходом. И, соответственно, двигаясь в обратном направлении, он постепенно подзаряжается, и когда он возвращается на новый круг, в эту зону, так скажем, энергетического разрыва, он уже полностью заряжен и опять может проехать необходимые 15 или 25 километров. У нас сегодня уже таких машин на балансе Горэлектротранса 160, и мы продолжаем план в рамках модернизации. Среди тех 500 новых троллейбусов, которые мы планируем приобрести, более 500, там есть и место этому новому для Санкт-Петербурга и такому что-то среднее между электробусом и троллейбусом. То есть он вроде как и может ехать автономно, но при этом автономно, но недалеко. А электробус, он может ехать автономно и далеко. Сейчас я предлагаю посмотреть, как в целом изменился транспорт, но облик Петербурга за последние годы. Я, например, застала еще то время, когда по городу курсировали автобусы даже без дверей, а о низкопольных трамваях не слышали и не мечтали. Сейчас на смену приходят витязи и адмиралы. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» 50 минут, отведенные на программу «Петербург и город. Решение пролетели очень быстро». Что успели вам рассказать, рассказали. И все это время в студии с нами были Мполяков Кирилл Валентинович, председатель комитета по транспорту и Дяковский Кирилл Владимирович, генеральный директор третьего парка. Я благодарю вас за участие. Оставайтесь на телеканале «Санкт-Петербург» и будьте в курсе событий. Субтитры подогнал «Симон»!